Добрый вечер, дамы и господа! И этот не менее колоритный, черный человек, на самом деле добрычей души, да, несмотря на весьма длинный кинжал, висящий в его поясе, Дмитрий Гогольев и мои коллеги. Да, собственно говоря, сегодня я буду постараться рассказать о том, что интересует меня больше всего на свете. Культура средних веков. Какие ассоциации возникают у вас при упоминании этого словосочетания? Что у вас видненько? Визитция. А еще? Чума. А еще лучше? Ведьмы. Неужели все так мрачно и ничего белого там не было? Ага, замечательно. Ну, на самом деле, ваши ответы мгновенно отразились на экране, чудо техники. И я в детском саду думал примерно так же, как и вы. Но потом я стал изучать исторические источники, и картина в моей голове несколько изменилась. На самом деле, как вы знаете, историки изучают прошлое и изучают их по источникам. То есть по тем памятникам эпохи, которые сохранились. Однако источники зачастую умалчивают о многих чертах, деталях средневековой жизни. И что же в таком деле? В частности, о повседневной жизни средневековой. Очень интересная сама по всей теме. Ну, зачастую историки, чем как это, и пишут довольно-таки скучные вещи. Но повседневность, только жили простые люди, не относится к таким темам. Но, тем не менее, что делать, если источники умалчивают. Существует такой замечательный метод, который называется историческая реконструкция. Он позволяет восстановить те черты жизни, которые, возможно, недостаточно освещены, но, тем не менее, реконструируются в современных условиях. Воспроизводится методом эксперимента. И это именно то, чем мы занимаемся с коллегами. И некоторые результаты этого, ну, я позволю себе представить. Конечно, тема средневековой культуры совершенно безгранична. И я скажу лишь о некоторых, может быть, наиболее реквизитативных ее чертах. Вот, например, костюм. Да? Пожалуйста, дорогой коллега. Ну да, вы начали с самого интересного. Да? А можно еще раз написать? Да? Нет, 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 ну что вы, что вы? Да? Эээ... О, какой мужчина. О, м-м-м... Вы видите на нем костюм, ну, который напоминает на самом деле луковицу. Как вы думаете, ему жарко, нет в нем? Да. То есть, все нормально. Нисколько не жарко. А почему? Потому что в средней инкаре не было синтетики. Все изготавливалось из натуральных тканей. Домоккань и так далее, да? И особенностью этого костюма является то, что человеку зимой не полно, а летом не жарко. Этого, кстати, технологии использовалось немецких английских шинелях, которые мировые давно не будем осовремениваться. Да? Он вчера... Кстати говоря, все, что вы видите, все, что вы видите в презентации и вживую, сделано своими руками. Да? Все это делается... Да? А тут они лежали в том, что Сергей, например, сам делает успехи, да? И они не повлияли в бою. Ну, не только размеры имеют значение, но и длина, поэтому некоторые детали чрезвычайно длинны, да? Не только одежда, но и, например, вот этот замечательный хвостовик, пояса, либо этот голубой называется шоперон. Это статусный бургундский голубой 15-го века, да? Вот эта замечательная вещь называется лиридипом. Чем длинею, тем человек тоже статусный. Есть вот и такой принцип тоже, да? Ну, кинжал, конечно же, но я думаю, пока не будем злить, дорогого коллегу, да? И переключимся к другим деталям. Вы видите на этой презентации пулены. Это такие стрельниковые башмаки. Как вы думаете, в них удобно ходить было? А зачем же их носили, если неудобно? По-другому шею не могли. Да, вы действительно совершенно верно заметили, что у этих ботинок исключительно длинные носки. И это ботинки статусные. Рыцари, знатные люди, очень гордились тем, что в них нельзя работать. Да? Крестьянин? Ну, да. Наш скромняга рыцарь тут же нам их продемонстрировал. Ну, и, наверное, переключимся дальше. Здесь вы видите костюм горожанки среднего уровня. Зачем у нее два кошелька? Что еще за загадка такая? А косметики-то не было. Во всяком случае, привычный нам, да? Все было гораздо сложнее. В одном еда будут деньги? Нет. На самом деле, в обоих кошельках деньги. Но один, это так называемая специальная, ну, как это можно выразиться, дар для воров. Там лежит мелочь и не жалко, если вор в суматохе срежет этот кошелек. Гораздо важнее сохранить основные, да, что называется, капиталы. Кроме того, вы видите дьявола, который высовывается из-за хинина. Хинин – головной убор модницы. Таким образом, церковь иронизировала над теми, кто заботится о теле в ущерб душе. Ну, и, пожалуйста, дальше. Пару слов о кухне. На самом деле, церковь иронизировала модель питания просто кардинально отличается от современной нам. Сейчас хлеб используется, ну, как некое добавление к супу, к другим блюдам, да? Не является ни первым, ни вторым. В среднем века хлеб являлся основой. Неспроста мы поместили его в самое основание этой пищевой пирамиды. А все остальные блюда являлись скорее добавлением к хлебу, да? Это было особенно выгодно для людей, которые не могли себе позволить есть мясо, да? Ну, и, пожалуйста, дальше. Да, ну и переходя теперь к человеку, которому уделили недостаточно внимания, к рыцарю. Может быть, привычный вам рыцарь выглядит, ну, более блестящим, что ли. Но здесь вы можете видеть гораздо более распространенный высокослинниковый доспех, шинно-бригантный. Это означает, что металлические пластины прикреплены на заглебках к тканной основе. Этот доспех очень дешевый, его легко ремонтировать, он очень функциональный и гораздо легче, да? И, собственно говоря, я думаю, ну, какие-то его качества на улице продемонстрируют, да? Доспехи несли отнюдь не только защитную функцию. Посмотрите, как меняется лицо человека, на которое опускается забраво. Оно становится, если угодно, грознее, более грозным. Так, наверное, по-русски правильно сказать, да? Это еще и психология воздействия на противника. А если его замечательный шлем украшен какими-то чудовищными зверями, ну, есть вероятность того, что противник просто в панике развернется и будет аркероваться, да? И, пожалуйста, дальше. Но, коль скоро враг не сдался, бывало и такое. Качество средневекового мечей было таким, что позволяло рассечь всадника в доспехе иногда, вплоть до седла лошади. Но такое мы, конечно, не практикуем. И, наверное, даже дальше, да? И, наконец, мы переходим, пожалуй, к самому известному мифу о Средних веках, о рыцарях, да? Который гласит, что доспехи рыцаря весили какое-то совершенно обомрачительное количество килограммов, нули фунтов, да? И рыцарь, упав с коня, просто-напросто не мог, и даже не только с коня, не мог подняться с этой земли, да? Сколько весил средневековый доспех? Слышали вы об этом? Если брать, допустим, высокое средневековое, а не раннее средневековое кольчугу? 20. 30. Ну, на самом деле, многие считают, что 80, да? И 80 килограммового доспеха, а этот доспех вы видите посередине, этот турнирный доспех, подняться поисит на невозможно. Но этот доспех специальный, как я сказал, для турнира, на него подсаживали, да? А в средние века рыцари, которые занимались, по сути говоря, этим с малых лет, есть доспешные комплексы на детей, ну, буквально, буквально не 5-6 лет, да? Привыкали к этому, и, кроме того, вес доспеха равномерно, гармонично распределялся по всему телу. Здесь, например, как показывает указка, знаменитый рыцарь 100-летней войны, был такой длительный конфликт, Жан-де-Мендер, маршал де Бусико, который славился тем, что в полном латном комплексе на руках поднимался, на руках, без ног, поднимался на самую верхушку лестницы. Кто думает, что это что-то легкое, может проверить, да? На самом деле. Ну, и, наверное, необходимо экспериментально проверить, что же будет с этим рыцарем, если он внезапно каким-то образом окажется на земле. Но случилась одна неувязочка. Его противник, который должен был с ним сегодня сражаться, настолько испугался доблестного Сергея, что просто отказался выходить с ним на бой. Я думал и гадал, как же быть в этой ситуации и продемонстрировать вам качество средневекового доспеха. Но внезапно вспомнил, что дорогой коллега, которого за глаза называют нервным, обладает некими талантами противодействия рыцарям. И, может быть, он сейчас нам это любезно и продемонстрирует, исключительно в целях экспериментов. Вот, как поступил коварный мэр. Но теперь, собственно говоря, этот самый кусок железа, как вы думаете, что с ним будет? Он поднимается, и в этом нет никакого фокуса. На самом деле, тренированный человек вполне способен был бегать, выживать во всем этом железе, подпрыгивать. Есть мастера, которые делают сальто назад в полном латном комплексе на битве наций из московского клуба «Берн», знаменитого рыцарского клуба. Вы можете такое увидеть. Ну, и на этом я позволю себе, думаю, что я уже несколько превысил лимиты, остановиться. И спасибо вам, спасибо коллегам.